Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире заместитель премьер-министра Республики Армения обсудил вопросы сотрудничества с государственным министром Арцаха. Как швейцарская пара спасла 8 тысяч детей-сирот во время армянского геноцида. Ушел из жизни известный армянский меценат и врач Оганес Уинджян. Автомобильный поход «ТрансАзия-Шелковый путь» прошел через Западную Армению. В долине Тигра уничтожается культурное наследие. Флаг Сирии подняли в освобожденном от боевиков городе Босра-Эш-Шам. 139 незаконных мигрантов были задержаны в Ване. 17 июля заместитель премьера-министра Республики Армения Тигран Авеньян встретился с государственным министром Республики Арцах Григорием Мартиросяном. Министр подчеркнул, что его координационные сферы и заместителя премьера-министра Тиграна Авеньяна в основном совпадают. И это хорошая возможность для сотрудничества касаемо точных отраслевых вопросов. Затем стороны обсудили программы, реализованные в отдельных сферах и существующие проблемы. Мартиросян представил программы, реализованные в аграрном секторе Арцаха и видение правительства Республики Арцах для развития сельского хозяйства, перехода от зерновых к садоводству. По словам министра, вопрос защиты сельскохозяйственных культур отграда является основной проблемой в этой области. Заместитель премьер-министра отметил, что в этом направлении Министерство сельского хозяйства Республики Армения принимает некоторые новые меры. И в стадии их реализации правительство также готово поддержать Арцах. Также были обсуждены вопросы, связанные с энергетическими, экономическими и экологическими проблемами. И в заключение, говоря о посещении Арцаха, вице-премьер сказал, что в сентябре этого года расширенная делегация посетит Арцах для обсуждения возможности развития каждого сектора на месте. Гарри Погусян опубликовал интересную статью, в которой рассказывает историю спасения 8000 армянских сирот. История автора была рассказана дочери швейцарской пары Элизабет. По словам дочери доктора Куэнзлера, ее родители, спасая жизнь 8000 армянских сирот из Урфы, Мардина, Теверонакерта, Харберта, Кемалии, Арабкира и Малатья во время геноцида армян не щадили даже собственной жизни. Элизабет рассказала, что в двухлетнем возрасте играла с сиротами из отцовского миссионерского приюта. Розу, одну из сирот родителей Элизабет, удочерили. Оказалось, что пара Куэнзлер сами были сиротами и всегда мечтали о семье. Они организовали переселение около 8000 армянских сирот из Турции в Сирию и Ливан. Элизабет также говорила, что ее родители отправились в путь с детьми, защищая их всю дорогу, предоставляя приют и убежище. Далее Джейкоб Куэнзлер в Ливане для сирот основал ковроткаческую фабрику. Эти же армянские девушки-сироты соткали ковер для президента США, который 4 декабря 1925 года был отправлен Калвину Кулиджу. Некоторое время он был показан в Белом доме, который считается символом доброй воли в мире. В городе Гюмри Ширакской области Армении скончался известный армянский меценат, почетный гражданин Гюмри, проживающий в Нью-Йорке врач Оганес Оюнджан. Отметим, что 13 июля именно в Гюмри врач отметил свое 98-летие. И в этот же день в Гюмри по соседству со средней школой гимназии имени Оюнджана состоялась церемония закладки фундамента концертного зала, названного в его честь Оганес Оюнджан. Губернатор Ширакской области Армении Карен Саруханян в телеграмме соболезнования отметил, «Меценат оказал поддержку гюмрийцам в трудную минуту, помогая преодолевать трудности, восстанавливать и строить образовательные и культурные центры, не жалея сил и энергии в деле восстановления и обустройства Гюмри. Наша страна потеряла достойного интеллектуала, преданного патриота человека и гражданина. Как известно, Оганес Оюнджан, сын Арменака и Элизабет Оюнджанов, родился в Западной Армении. Отец скончался, когда ему даже не исполнилось трех лет. Спустя шесть месяцев скончалась сестра, а когда ему было четыре года, умерла мать. В семилетнем возрасте он стал воспитанником интерната. В 11 лет поступил в училище, где учился Даниэл Варужан. По окончании училища Оганес Оюнджан продолжил учебу в Центральном колледже и решил стать врачом. Учебу он окончил в США. В Нью-Йорке открыл свою клинику. Оганес Оюнджан после 1988 года основал благотворительный фонд Оюнджан. За минувшие 20 лет размер инвестиций в Гюмри составил 7 миллионов долларов. Участники автомобильного похода «Трансазия» «Шелковый путь» прошли через территорию Западной Армении, а уже оттуда продолжили путь к Исламской республике Иран. На ретро-машинах группа голландцев решила из Нидерландов доехать до столицы Китая – Пекина. На этом пути мы были в Константинополе, первая остановка. Далее в Анкаре – Невшахире, Эрзинджане, а последним пунктом Западной Армении стал Байазет. «Далее мы должны проехать Иран, после которого у нас есть цель доехать до Пекина. Оттуда наша группа через территорию Германии вернется в Нидерланды. В целом мы преодолеем путь в 16 тысяч километров», – отметил член группы Саим Окур. Доган Хатун, сопредседатель горно-инженерного офиса Тигронакерского филиала, отметил, что только шесть из действующих песчаных шахт в долине Тигр являются законными, а четыре из них нет. Проделанная там работа создает большой ущерб природе, что в свою очередь привело к культурному геноциду. Несмотря на все предупреждения, песчаные шахты в долине Тигр продолжают загрязнять реку и окружающую среду. Отходы действительно представляют серьезную угрозу для природы. Министерство окружающей среды и городского развития под предлогом работ в долине реки Тигр наносят огромный ущерб тысячелетнему историческому наследию. Над освобожденным от членов незаконных вооруженных формирований населенным пунктом Босра-Эш-Шам в провинции Дараа на юго-западе Сирии подняли национальный флаг. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус. По его словам, в древнейший город, в котором жили мусульмане, христиане и римляне, начали активно возвращаться беженцы. «Мы смогли освободить этот город», — сообщил Ханнус. 15 июля 2018 года армия Сирии провела крупную наступательную операцию на северо-западе провинции Дараа. В ходе ожесточенного боя с паевиками был освобожден город Зимрин. В провинции Ван Западной Армении на границе с Ираном в районе Ипекюду сотрудники правоохранительных органов арестовали около 139 иностранных граждан, незаконно въехавших в страну. Источник ничего не сообщает о гражданстве некоторых задержанных, но известно, что большинство из них являются гражданами Афганистана. Известно также, что во время специальной полицейской операции был арестован глава банды, который занимался незаконной перевозкой людей. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Сары Риговин Мернем 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!